Всем привет! И это стильное, яркое, вкусное шоу для всей семьи Медиан Старс. Сегодня мы, как обычно, подготовили много всего интересного, чтобы вас удивить. И удивлять мы начнем прямо сейчас. Меня зовут Владислав Груздов. Поехали! Сентябрь – это встреча с одноклассниками. Разговор о круто проведенном лете. Вкусный чай в парке. А если в парке станет очень холодно, не расстраивайтесь, потому что наши ведущие расскажут, где можно круто провести время. Хотите сделать новую классную фотку в Инстаграм, но не знаете, где ее сделать? Или, может, вы до сих пор не знаете, куда сходить на выходные с друзьями? Так или иначе, не расстраивайтесь, потому что в сегодняшнем выпуске мы расскажем вам, где вы можете сделать и то, и другое. Меня зовут Александра Блицкая. А меня Ярослав Миходиевский. И мы начинаем наш кип-контроль. Добро пожаловать в гольф-парк! О, а здесь довольно темно. Без фонариков не обойтись. Ну что, Саша, с чего начнем? Я готовилась к выпуску и узнала, что в гольф-парке есть комната отдыха, где глаза быстрее привыкают к темноте. Продукаю быстрее оттаскать эту комнату и настроиться на игру. А вот и комната отдыха. Кстати, в комнате отдыха можно присесть и покушать, а уже потом отправляться играть в первый или во второй зал. Свои точки питания в гольф-парке не обнаружено, поэтому о совбойке стоит позаботиться заранее. Я, к счастью, не голодная, и глаза уже привыкли к темноте. Намек понят, идем играть в гольф. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, самое время подвести итоги. В гольф-парке есть два зала. Здесь вы можете поиграть в сапер, четыре в ряд, мини-гольф, гольф-бильярд и другие игры. Для этого вам понадобится уловка, чтобы пройти все препятствия. Атмосфера. Место завораживает своим интерьером. Космос и планеты на стенах выглядят очень здорово. Определенно лайк. Что я могу сказать про бонусы? Гольф-парк прекрасно подойдет для отдыха большой компании. А еще в комнате отдыха можно проводить банкеты. Находится гольф-парк возле оперного театра. С парковкой стоит повозиться. И учтите, что попасть сюда можно только по предварительной записи. С вами были Александр Блицкая. И Ярослав Лиходьевский. Всем пока и до новых встреч. И, кстати, кисть-контроль одобряет гольф-парк. Точно. Если вы такие же любопытные, как наши ведущие, и вам не терпится узнать, что происходит в нашем городе, тогда внимание на экраны, смотрим Media Moment. Мелодии осени прекрасны. Особенно, когда они сопровождаются голосами людей, которые красиво поют. Именно в этот день, 5 сентября, проходит юбилейный концерт легендарной группы Шарауницы. С вами я, Маргарита Михалевич. И прямо сейчас мы узнаем, что же ждет нас на концерте, какие еще белорусские голоса мы услышим. И просто насладимся хорошей музыкой. Коллектив был образован аж в 1974 году. Участницами группы являлись только девушки. Они исполняли народные и современные популярные песни. Но кроме вокала они прекрасно владели множеством музыкальных инструментов и хореографией. Гастроли, победы в конкурсах, призовые места. Это все про коллектив Шарауницы. Спустя много лет девушки, конечно, в обновленном составе, все так же зажигают. Добрый вечер. Меня зовут Маргарита Михалевич. Здравствуйте. Сегодня вы исполняете свои лучшие песни. Поделитесь, может, гостей ждет что-то новое, какие-то новые синглы? Да. Сегодня в нашем концерте, кроме наших основных хитов, хитов группы Шарауницы, будут так же и новые песни, которые еще даже не слышали ни в радио, ни в телеэфире. С опытом волнение проходит. Или вы все же волнуетесь, как в первый раз? Конечно, волнуемся. Мы всегда волнуемся. А кто не волнуется, тот плохо работает. А мы волнуемся и будем хорошо работать. Кстати, я тоже занимаюсь вокалом. И мы с вами даже выступали на одной сцене. Предлагаю специально для Медиастарс исполнить ваш хит. Давайте исполним. Анжелика, запивай. С удовольствием. Не придумаю сама, что со мной сдарылась. В праце сегодня шла домой, и с дороги сбилась. Мне бы стекаля раки. Я ж пошла Дубровой, голову мою кружил. Ах, чабаровый. Я и шла всюду, и шла. Аж по кустам милости. И не ведаю сама, я взык на самстресс. Немного истории. В 1989 году чарауницы, единственные из Беларуси, были выбраны для участия в культурной программе 13-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил в Пхеньяне. В 1991 году чарауницы прекратили свою деятельность. Но в 2011-м группа снова вернулась в строй и с тех пор продолжает радовать публику своими выступлениями. Гостями сегодняшнего мероприятия являются такие исполнители, как народная артистка Беларуси Едвига Поплавская, заслуженная артистка Беларуси Ирина Дорофеева и группа Спадшина. Также увидим дизайнерский показ бренда Эллин Короте от модельной школы Эллин Фэшн Скул. Ирина, добрый вечер. Расскажите, как ваше настроение? Отличное. Каждый концерт – праздник. Говорят, исполнители часто вдохновляет музыка других исполнителей. Было ли у вас такое с группой чарауницы? Конечно. Меня вдохновляет и красота, и женственность, настоящее очарование женского коллектива, прекрасная музыка. Здравствуйте. Меня зовут Маргарита Михайлович. Очень приятно, Маргарита. А меня я Двига Поплавская. Что бы вы хотели пожелать группе чарауницы в их юбилей? Ну, конечно же, долгих-долгих лет творческой жизни, и чтобы они, Маргарита, были такими же чудесными, такими же красавицами вдохновения, любви, добра, и всего того прекрасного, то, что обычно дарят в юбилее. Сегодня мы побывали на мега-крутом концерте, где собралось большое количество представителей белорусской эстрады. Поближе познакомились с их творчеством и постарались рассказать о нем вам. Надеюсь, вам понравилось проводить время вместе с нами. С вами была я, Маргарита Михайлович. До встречи через неделю в рубрике «Медиа Момент». Википедия — это интернет-энциклопедия обо всем в мире, для всех людей в мире, на любых языках мира. Территория — это пространство со своими границами. А Викитория — это секретное место команды «Медиан Старс». Там мы делимся лайфхаками и советами, о которых вы еще не знали. Поэтому прямо сейчас внимание на экраны. Привет всем! Меня зовут Виктория Башмакова, и это новая серия «Кидс Контроль Вегетрии». Она обещает быть очень полезной и интересной. Но перед тем, как я расскажу, чем мы сегодня будем заниматься, познакомьтесь с моей новой подружкой. Привет, дорогие! Меня зовут Маша Пенигина, и в свои 7 лет я уже знаю много лайфхаков и секретов для повседневной жизни, которые я с удовольствием вам открою. Если будете внимательно смотреть нашу рубрику, конечно же. Вместе с нами, как обычно, дома остался космос. Он никакими лайфхаками делиться не будет, но он просто милаха. Итак, Вика, поскольку мы девочки, я предлагаю и время провести по девичьей, и кое-что смастерить. Я только за. Давай рассказывай нашим сессиям, чем мы сегодня займемся. Все девочки любят играть в куклы. Для них покупают одежду, аксессуары и даже мебель. Но мебель покупают не только куклам. Вон у космоса тоже есть свой персональный диван. А вот тут, Вика, ты точно в точку, потому что я хочу сделать именно диван для кукол Барби из подручных материалов, которые всегда найдутся дома. Итак, Маша, для того, чтобы смастерить диван, нам понадобятся предметы, за которыми не стоит обязательно идти в магазин. Давай посмотрим, что у нас есть. Основной материал – это губки для мытья посуды. У нас их много, поэтому мы можем сделать целых два дивана. Ты зеленый, а я желтый. Хорошо? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, у нас получились вот такие вот симпатичные диванчики, которые мы сделали всего за 15 минут. Кроме того, они выглядят довольно симпатично, и их можно сделать из подручных материалов, которые найдутся на кухне у любой хозяйки. Теперь у наших кукол тоже свои собственные диванчики, а то не только космосу шиковать. Я очень надеюсь, что вам было интересно наблюдать за нашими поделками, и вы с легкостью сможете их повторить. С вами были Маша Пенигина, наш друг космос, и, конечно же, Виктория Башмакова. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, красивые люди! С вами рубрика Fashion Kids. С вами я, Тоня Галушка. Уверена, что уже и вы, модницы и модники, слышали о громком проекте этой осени реалити-шоу «Топ-модель по-детски». Столько таких талантливых ребят. А хотите посмотреть за кулисой колбека Кассенко? Давайте посмотрим! Как ты готовишься к модельным показам? Ну, если вдруг мне говорят найти ту или иную обувь, я прежде всего иду за нужной обувью. Дома тренирую свое дефиле, походку, осанку. Почему ты решила участвовать в кастинге? Хочу открыть для тебя что-то новое, какие-то новые миры. Свет, как ты готовилась к кастингам? Я готовилась очень хорошо. Думала, что выиграю. Я выиграла. Что вы тебя там спрашивали? Меня спрашивали, занималась ли я раньше в модельной школе. А ты занималась в модельной школе до этого? Никогда не занималась. Как вы перепреваете страх участия ребенка в этом кастинге? Я, во-первых, всегда поддерживаю свое ребенка. Во всех начинаниях, которых она у меня когда-то просила, в чем-то участвовать, что-то хотела. Начинала когда-то с танцев, она с 4 лет. Сейчас вот она очень давно мечтает стать моделью. И я всегда ее поддерживаю, обнимаю, целую. И хочу, чтобы ее все желания и мечты воплощались в реальность. Кого вы привели для участия в кастинге? Я сегодня пришла со всеми моими детишками. Это мои трое детей, две дочери и сын. Они все ходят в школу Адри, мадемуазель Адри. Мы все очень довольны. И надеемся на победу хотя бы кого-нибудь из них. Какие критерии вы оцениваете? Я смотрю на внешность, смотрю на депиле, естественно, так как я в этом профи. А также смотрю на их харизму, то, как они себя ведут на кастинге. Как настроение на кастинге? Хорошее, но волнительное. Сколько человек уже посмотрели? Ну, я думаю, порядка, наверное, 20 уже посмотрели. Но самое сложное, знаешь, что у нас такие дети красивые, талантливые, что когда смотришь и поставить оценку очень сложно. Вот в прошлый день, когда мы были здесь на кастинге 8 часов, мне казалось, что надо брать вообще всех детей. С вами была я, Тоня Галушка, и рубрика Fashion Kids топ-модель по-детски. Всем пока! Всем пока! Знаете ли вы, что залог хорошего настроения – это хорошая компания? А если эта компания соберется в хорошем месте, это еще лучшее! Наши ведущие из Kids Control подскажут вам одно такое висечко. Не переключайтесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы отправимся в торговый центр «Галерея Минск». Ало, это подняться на пятый этаж и найти вход. Как война называется? Авалон ВиАр. А главное – убедить родителей, что вам так будет интереснее, чем в магазине. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По, вот и вход. Надо поскорее начать наш Kids Control. Согласен. Тестим Авалон ВиАр. Прямо на входе нас встречают три игровых симулятора. Тут можно развлекаться даже таким малышком, как ты. Ты не боишься? Нет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сашу я пока оставлю здесь, потому что на другие симуляторы ей еще рано. А сам я пойду теснить вон те телевизоры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я каталась на лыжах, разрезала кубики и даже была на морском языке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, сестренка, надеюсь, ты наигралась, потому что нам пора подводить итоги нашего Kids Control. Авалон ВиАр находится в Гайзине. Центр города. Удобно. Авалон ВиАр – это один зал с тремя игровыми зонами. Здесь и ребенок, и взрослые могут найти игры на любой вкус. Скоро в Авалон ВиАр откроются две новые аренды. Так что новый Kids Control обеспечен. Но сегодняшний Kids Control одобряет! Помните, в прошлом выпуске мы начали подготовку к необычному полету в будущее? Предлагаю посмотреть специальные дневники проекта Kids Reality Капсула времени. Привет всем путешественникам во времени! Это новые дневники спецпроекта Kids Reality Капсула времени. На связи Артихова Полина. Кто внимательно смотрел? В прошлом выпуске мы выбирали ведущих на главное событие нашего проекта. Сегодня же мы будем знакомиться с теми, кто готовит свое послание в будущее. Чтобы ничего не упустить, мы отправляемся в центр современной хореографии ADH. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Меня зовут Полина. А как тебя? Меня зовут Лиза. Я знаю, что ты готовишь свое послание в будущее. Расскажи нашим зрителям, что ты хочешь пожелать самой себе через пять лет. Добиться своих целей, быть счастливой, веселой, всегда улыбаться и часто находить позитив, даже в неудачных моментах. Спасибо! А как ты считаешь, для чего создают капсулы времени? Кому и зачем они нужны? Ну, наверное, чтобы люди в будущем не совершали наших ошибок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Как тебя зовут? Маша. Я предлагаю тебе немножко поиграть. Я буду говорить начало фразы, а ты будешь быстро на нее отвечать. Хорошо. Меня зовут... Маша. Через пять лет я буду работать... Доктором. Я передаю своей маме... Успехов в работе. Через пять лет я буду жить... В доме. Спасибо за ответы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Меня зовут Полина. А как вас? Добрый день! Меня Татьяна, а это маленькая Полинка. Почему вы решили принять участие в Китс Реалити Капсула Время? Ну, во-первых, мы очень любим движение, энергию. Когда это еще энергия таких маленьких карапузов в одном месте, то это, конечно, всегда впечатляет. Ну и плюс всегда задумываешься о том, кем будут наши дети в будущем. Хочется, чтобы из них выросли отличные ребята, поэтому нам этот проект интересен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот один удивительный факт. Самая необычная капсула времени сейчас находится на расстоянии 20 миллиардов километров от нашей планеты. На золотых пластинах этой капсулы находится основная информация о Земле и ее обитателях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь давайте узнаем, что участники Китс Реалити Капсула Времени хотят пожелать своим родным и близким Легендарно хорошего настроения Розовый цветок Хорошего отдыха Успехов в работе Насыщенного счастья Космического настроения Меньше слез, больше конфет Зажигательных улыбок Долгих лет жизни Бабочек в желате Счастья и здоровья Космических денег Ярких эмоций Уникальности Насыщенных дней Взаимопонимания Сказочной любви Невероятных событий Звездного настроения Вселенской красоты Улыбавших и обнимавших Железного терпения Настоящего единорога Сколько всего интересного и необычного участники Китс Реалити Капсула Времени собираются отправить в будущее Что из этого получится, узнаем совсем скоро Так что не переключайтесь С вами была Полина Артихова Всем отличного настроения И до новых встреч Встретимся на Китс Реалити На этом наш выпуск подошел к концу Подписывайтесь на наш инстаграм Там много всего интересного На этом я, Владислав Груздов Прощаюсь с вами Всем удачи Всем пока И помните Ваши дети могут больше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok